Всем привет! Сегодняшнее видео о том, как выбрать кофе. Если вы предпочитаете растворимому кофе зерновой или молотый, это замечательно. Он по-настоящему бодрит, бережет сердце и сохраняет молодость благодаря живым активным веществам. Вдвойне хорошо, если вы перепробовали много сортов и нашли тот самый идеальный напиток. Но как не ошибиться новичку? Ты отправляешься в магазин и просто утопаешь в огромном количестве ярких упаковок и непонятных терминов. Чем отличается робуста от арабики? Почему слабообжаренный кофе дороже сильно обжаренного? А может лучше взять тот огромный пакет по скидке и дело с концом? Да, задачка не из легких. Но не все так страшно, как кажется на первый взгляд. Давайте разбираться. Чтобы найти свежий кофе, не поленитесь выудить с полки самые дальние пачки. Зачастую работники магазина укладывают новую партию в самый конец, чтобы быстрее распродать старый кофе. Этот показатель производители указывают реже, но именно он расскажет больше об аромате кофе. Ищите свежеобжаренные зерна, они самые душистые и вкусные. Во всем мире выращивают всего три вида кофе. Арабику, робусту или берику. Их продают как в чистом виде, так и в смесях. 70% производимого в мире кофе арабика. Она более нежная, деликатная на вкус и имеет мягкое послевкусие ореха и шоколада. Сорта арабики самые дорогие. Робуста более крепкая, горькая, имеет землистый привкус и содержит в три раза больше кофеина, чем арабика. Как правило, ее не продают в чистом виде, а добавляют в кофейные смеси для плотности и крепости. Сорт кофе определяет регион, где зерна собрали и обжарили. Та же арабика, выращенная на высокогорных плантациях и в тропических лесах Колумбии, два совершенно разных по вкусу продукта. Каждый сорт уникален и указывает на страну производителя. От страны производителя зависят вкусовые особенности напитка, его крепость, ноты аромата, мягкость. Африканский кофе дает кислинку и легкий оттенок ягод и цитрусовых. Латиноамериканские сорта имеют винное послевкусие и горечь с нотками дыма. Сорт арабики, выращиваемый на аравийском полуострове, обладает привкусом дорогого вина и шоколада. Как правило, эти детали можно найти на этикетке. Производитель в красках описывает вкус и аромат готового напитка. К сожалению, это не всегда правда, но обратить внимание на эту подсказку стоит. По упрощенной классификации производитель предлагает кофе темной, средней и светлой обжарки. Кофе светлой обжарки имеет слабовыраженный аромат хлеба и насыщенную кислинку. Он мягче по вкусу и стоит дороже. Отлично сочетается с молоком и сливками. Темная обжарка делает напиток более насыщенным, плотным и горьким. Кислинка практически исчезает, зато появляется яркий карамельный аромат и дымные нотки. Такой кофе оставляет продолжительное послевкусие. Среднеобжаренные зерна имеют легкую кислинку и характерный карамельный вкус с травяными оттенками. Такой способ обжарки чаще всего используют для эспрессо. Надеюсь, мои советы помогут вам выбрать вкусный и качественный кофе. Внимательно изучите упаковку и у вас все получится. Я верю, что жгучий напиток способен вдохновлять на смелые поступки и творчество. А какой кофе нравится вам больше всего? Кофеманы, жду ваших ответов в комментариях. А также не забывайте про ваши лайки, ну и естественно подписку на мой канал. До новых встреч! Пока-пока!